Кардиохирурги университетской клиники Казанского федерального университета впервые в Татарстане внедрили новый метод лечения хронической сердечной недостаточности. О том, что за метод и какой аппарат используется, узнавала наш корреспондент Елизавета Никитина. Сердечная недостаточность является одним из самых распространенных среди пациентов кардиологического профиля. При заболевании способность сердца качать кровь снижается из-за увеличения и ослабления левого желудочка, главной насосной камеры сердца. В результате этого развивается прогрессирующая сердечная недостаточность, нарушение ритма и проводимости. Даже при использовании традиционных методов лечения смертность среди таких пациентов остается очень высокой. Согласно новой методике, пациентам устанавливается имплантируемое устройство нового класса, разработанное для коррекции этого состояния. Модулятор сердечной сократимости. Благодаря этому аппарату повышается сократительная способность миокарда за счет воздействия на клеточном уровне, увеличивая работу, улучшая работу кальциевых каналов. Тем самым визуально и технически он схож с аппаратами, которые устанавливались ранее и являлись, грубо говоря, протезами электропроводящей системы сердца. В данном случае аппарат обладает другими функциями, воздействуя на сам миокард, улучшая его сократимость без внесения изменений на ритмы сердца. Сам прибор относительно малых размеров, не больше спичечного коробка. По размеру он больше похож на кардиовертор, то есть несколько больше, чем сам стимулятор. Но вместе с тем он достаточно компактный, он потоньше и фактически он после имплантации незаметен и даже неощутим для пациента. Аппарат работает несколько часов в день. За это время его сигналы позволяют повысить уровень внутриклеточного кальция, что приводит к увеличению силы сокращения кардиомиоцитов и в конечном итоге к улучшению состояния пациентов. Аппарат несет лечебную нагрузку. Эффект от его воздействия начинает проявляться примерно через месяц. В отключении аппарата нет необходимости. Он продолжает работать с пациентом в течение всей его жизни. Специалисты униклиники КФУ планируют оказывать подобную помощь на постоянной основе жителям как республики, так и других субъектов России. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универньюз.